Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами разговариваем о том, что делать, если с вином что-то пошло не так, и как можно исправить некоторые ваши ошибки. Задаете мне часто вопросы, а что делать? Я вот там слишком много сахара добавил, вино получилось слишком крепким. Разберем вот эти вещи, ну еще некоторые другие. Конечно, целиком охватить всю тему и болезни, и вина, и всего остального достаточно сложно, при том, что, ну честно говорю, я тоже не совсем сталкивалась. Некоторые вещи я читала, с некоторыми сталкивалась сама, но я постараюсь как бы разобрать сегодня самые такие часто встречаемые вопросы. Итак, поехали! Первое. Вино получилось слишком сладким. Мы слишком много добавили сахара, потому что взяли там какой-то рецепт в интернете от кого-то знакомых и так далее, не учитывая абсолютно параметры самого винограда. Что делать? Первое. Мы можем попробовать добавить культурных дрожжей, которые обладают способностью сбраживать сахара на высокие спирты. А порядка 18, по-моему, 20%. То есть, ну, мы понимаем, что вино получится крепким, это раз. Во-вторых, не факт, что весь сахар все равно выбродит. Потому что, ну, если еще понять, сколько вы положили этого сахара, можно посчитать, но посчитать, как бы сколько было еще в винограде, вот это сложно, тем более, если высыпали сахар, то наверняка вы и не замеряли. Ну, попробовать можно, и часть этого сахара можно попробовать уменьшить. На вопрос, сколько мне сыпать этих самых дрожжей, ребят, на каждых дрожжах будет инструкция. Если ее нету, то в описании к типу этих дрожжей есть указание, на сколько пакетик этот рассчит. Все, дальше считайте сами, все просто. Ну, понимаем, да? То есть, не факт, что весь сахар выбродит, а получим что-то крепкое. Ну, частично сахар уберем. Вариант номер два, если он вообще возможен, это разбавление несладким соком. Ну, конечно, если мы сталкиваемся, вот, например, сейчас, то уже где-то в такое время найти такой не очень сладкий виноград, да, и разбавить этим соком достаточно сложно. Ну, и тем более, опять же, пропорции посчитать, ну, практически нереально, потому что мы не знаем, что было до этого. Ну, просто взяли, бухнули сахар, ну, и получили то, что получили. Ну, как минимум, раз вариант, два вариант, если он возможен. И вариант номер три, допустим, оставить так, как есть, и потом разбавлять чем-то более кислым, например, или более нейтральным при употреблении. Да, чтобы вам не был вот этот вот суперсахарный сироп, ну, а что-то более приятное, более питкое. Уже чем разбавлять, ну, тут вы сами можете подумать, чтобы вам было приятнее, да, каким-то, ну, кислым соком какой-то делать коктейль. Да, это уже получится не совсем такое вино, скорее винный напиток, но, тем не менее, вы его сможете употребить, и ваши труды не пройдут даром. Следующее, вино получилось слишком крепким, что делать? Ну, опять же, анализируем свои ошибки, конечно, на будущее, это делать обязательно, чтобы не наступать каждый год на одни и те же грабли. Ну, и, в принципе, если вино получилось слишком крепким, то, наверняка, вы не будете иметь проблемы с хранением, это раз. Второе, разбавление, ребят, разбавление при употреблении, ну, чем угодно, вплоть до того, что ледика положите. Опять же, какой-то сок, очень классно, кстати, вот, я не очень люблю крепкие спиртные напитки, и даже тоже мартини, вот, для меня оно крепковатое. И когда-то, например, я разбавляла его березовым соком, вот, мне так нравилось, потому что березовый сок, он сам по себе такой нейтральный, поэтому не дает каких-то своих привкусов, а просто разбавляет вот эту крепость, делает ароматы чуть тоньше. Попробуйте, подберите еще какой-то вариант, который вам бы понравился, вот, при употреблении. Есть такая штука, такой чудесный напиток сангрия, да, когда, по-моему, там апельсиновый сок. То есть вино разбавляют апельсиновым соком, вот, только, ну, как бы, не разбавляйте, чтобы хранить, а перед употреблением. Взяли, разбавили так, как вам нравится, так, как вам вкусно, и вы получаете хороший, приятный напиток. Еще, если, например, у нас получился напиток крепкий, ну, можно его немножечко переформатировать на вермут, и потом тоже делать на его основе коктейли. Про вермут я обещала, про вермут обязательно видео будет, но я думаю, что где-то уже после Нового года, потому что, ну, сейчас наши вина, им еще надо пройти определенные стадии развития, да, поэтому не будем спешить, пусть они там осветлятся как надо, пройдут все типы брожения, там, яблочное, молочное, и поэтому после Нового года видео обязательно будет. Дальше. Вино получилось слишком кислым, и вы спрашиваете, а можно ли добавить сахар? Много раз отвечала, что сахар для вина вообще это плохо. Если мы хотим добавлять сахар, то мы должны добавлять только в строго определенных пропорциях, в соответствии с правилом Делли. Что это такое? Повторяю еще раз. Одна единица, один градус спирта, это 4,5 консервирующих единицей, один процент сахара, это одна консервирующая единица. В сумме у вас должно быть 80, тогда это вино более-менее стабильно, оно должно храниться, и то не всегда это правило работает. Поэтому, если вам очень хочется чего-то добавить, садимся и считаем. Моя рекомендация, я говорила уже про это много-много раз, если очень хочется подсластить, делаем это перед употреблением, это будет проще. Опять же, мы можем разводить перед употреблением, не обязательно досыпать сахар, мы можем разводить каким-то там сладким соком, может быть сиропом, и делать приятный для вас коктейль, такой, который вам будет вкусно. Кроме того, если получилось слишком кисло, то такие вина хорошо хранятся, и вы их можете даже оставить, например, до урожая следующего года. В следующем году у вас может получиться менее кислое вино, потому что урожай лучше вызрит, да? И потом, когда то вино будет готово, вы все смешаете, у вас получится классный, приятный, натуральный напиток. Почему нет? Повторюсь, кислые вина хорошо хранятся, у них есть потенциал к хранению. Поэтому можно подождать. Кроме того, со временем кислота уходит. Бить тревогу сейчас, что ваше вино кислое еще рано, потому что еще в эти сроки может проходить яблочно-молочное брожение, которое смягчает кислоту. Еще может выпадать винный камень, то есть тоже часть кислоты будет уходить. Поэтому не спешим. Говорила много раз. Очень важное качество винодела – это выдержка. Поэтому не спешим сразу чего-то делать. Подождите, дайте вину время. Уксусный запах. Что делать с ним? Смотрим, что в это время происходит с вином. Мутное оно, не мутное? Есть ли пленка? Есть на канале отдельное видео по уксусу. Я вам оставлю ссылку, чтобы вы могли посмотреть более подробно. Но в некоторых случаях легкий запах уксуса дает ацетальдегид. Ацетальдегид образуется при некоторых биохимических реакциях. И иногда это не так уж и страшно. Вот с этим я сталкивалась сама. Бывает, что видно немножко пахнет. Уксусом что делаем? Берем широкий бокал, чтобы нам убедиться. Широкий, большой бокал наливаем немножко. Хорошенько поболтали и оставили на полчаса, на час. Придите после… Ну вот оставьте его в покое, идите погуляйте. Придите после этого и попробуйте. Есть запах или нету. Если есть, ну возможно, что-то уксусное скисание. Если запах ушел, понимаем, что нам надо сделать. Проветрить вино. Просто перелить его с разбрызгиванием по бутыли. Все. И вот этот запах, он идет. И ничего страшного, то есть сразу там бежать и выливать это вино абсолютно не стоит. Посмотрели? Отлично, можно исправить. Значит, простые манипуляции очень легко все это решают. Если мы понимаем, что уже пошло уксусное скисание. Да, здесь уже, повторю, что в том видео есть некоторые советы, как можно исправить на определенных стадиях. Если все зашло слишком далеко, исправить невозможно. Не выливайте уксус, это тоже классная штука. Значит, переливаем в максимально широкую посуду и пусть оно дальше доскисает. У вас получается классный натуральный продукт. Винный уксус, который вы потом, пожалуйста, в кулинарии можете использовать. В таком уксусе шикарно маринуется мясо на шашлыки. Ну, если вы не употребляете шашлыки, я думаю, что у вас найдутся друзья, которые вам скажут спасибо за такой продукт. Ну, и они будут это использовать. Кроме того, ну, я думаю, что найти применение винному уксусу. В кулинарии, не говоря там о приготовлении мяса, ну, тоже можно найти. Это могут быть и салатные заправки, и много-много чего еще. В интернете рецептов море все это можно поискать. Но все равно это можно использовать. Выливать не нужно. Дальше. Изменение цвета вина. У вас было светлое вино, вдруг оно стало коричневым. Красные вина могут становиться прям вот такими шоколадного цвета. Может мутнеть, может не мутнеть. Что делать с такими винами? Кстати, с этим столкнулась сама, но, к сожалению, вот на тот момент что-то вот... Ну, надо было снять, показать. Рассказываю свой опыт. Значит, стояла у меня бутылка вина, которую я пастеризовала. Что я предполагаю? Что, скорее всего, там винтовая пробка была. И, конечно, когда я стала на пастеризацию в бутылке, я пробочки закручивала не до конца. И вот я предполагаю, что, наверное, я потом... Потом не закрутила и поставила в шкаф, уехала на лето. Потом приезжаю, достаю эту бутылку, наливаю в бокал. Ну, шоколадная жижа, мутная очень. Хотя на вкус такой прикольный. Кстати, вот вкус Мадеры... Я, правда, не знаю, откуда я знаю вкус Мадеры, но это он. Конечно, вкус интересный, но сам внешний вид вот этого вина был абсолютно непривлекательный. Потому что все это такое мутное и непонятное. Обычное осветление мне помогло. Да, уносится цвет, уходит вот этот вино, становится таким бледненьким, не таким ярким по вкусу. Вот этот окисленный тон, он несколько остается, но, тем не менее, это все равно вино, которое вполне можно пить. И, ну, честно скажу, мне, например, этот вкус понравился. Со светлыми винами, ну, тоже. То есть, цвет мы исправить можем, вкус, вот этот окисленный тон, он тоже несколько останется. И чтобы вам кто не говорил, что фу, окисленное вино, вот как его там пить, это вот нестандартно. Ну, подождите, есть вина, ну, та же Мадере, это окисленное вино. Есть Херес, это тоже окисленное вино. Мы делаем для себя под наш вкус. Если нам вкус устраивает, ну, не надо нести куда-то вот, да, и подстраиваться под чьи-то стандарты. Мы делаем для себя. Поэтому, если нас вкус этот устраивает, ну, более-менее, да, там нет каких-то резких неприятных тонов, из-за которых мы бы не могли пить это вино, то исправили немножко внешний вид. Как осветлять, тоже отдельное видео есть, я ссылку оставлю. Все, да, и дальше его употребляем. Да, ошиблись, да, но получилось не такое, как мы бы хотели. Ну, ну, что поделать, все равно, ну, зачем его выливать? Вот это вот, знаете, совет, когда, ой, вот что-то там пошло не так, надо вылить. Мы вложили столько труда и энергии, начиная с взращивания этой ягодки, потом вот это вот все. Ну, конечно, есть ситуации, когда уже нам ничего не остается делать. Но если мы можем что-то исправить и побороться за это вино, то можно и побороться. Точно так же, какие-то пленки, помутнения, то есть мы смотрим, если там чего-то особо резкого, особо неприятного нет, пленку убираем, вино осветляем, пастеризуем. Потому что вот эти микроорганизмы, которые пленки образовывали, они-то в вине останутся, нам надо их убить. Поэтому мы пастеризуем. Да, потом вкус в некоторых случаях может быть такой, ну, слабоватый. Помните, что я говорила, вермут? Шикардосно. Потому что на самом деле для вермута вина обдирают там полностью ароматику, цвет обдирают, то есть нужен такой простенький нейтральный виноматериал. Поэтому мы там побалуемся с травками и получим приятный вкусный напиток. Почему бы и нет? Я же говорю, вылить мы всегда успеем, а побороться можно. Что делать, если у нас совсем появляются посторонние какие-то вкусы, запахи? Посторонние собаки тут появляются. Не всегда, конечно, можно исправить. Но опять же, проветривание, осветление пробуем. Ну, уже если не помогает, если совсем это неприятно, то, конечно, пить этого не стоит. Еще пару слов про мышиный тон. Может появляться такой неприятный привкус. Что делать в этом случае? На самом деле явление не до конца еще изучено, по крайней мере, по той информации, которую я искала. Причин может быть несколько. Может быть причина в биохимических реакциях, может быть причина в каких-то микроорганизмах. Как правило, если биохимические реакции там еще немножко можно исправить, если микроорганизмы, то не совсем, то же проветривание и осветление. Если исправляется хорошо, ну, если не исправляется, да, тогда только вылить, потому что мышиный тон на перегонку не пойдет. Он тоже сохранится. Ну, а в некоторых случаях тоже, если что-то пошло не так, можно пробовать перегонять, ну, только не уксус и не мышиный тон. Кто употребляет крепкий алкоголь, у кого есть для этого приспособление, ну, тоже как вариант. Повторюсь, вылить всегда успеете, но не спешите, за вином можно побороться. Единственное, что всегда делайте выводы, что я сделал не так, и почему у меня вот с вином что-то произошло. И еще такое маленькое напоминание. Если вы собираетесь делать какие-то манипуляции с вином, осветление, может быть еще что-то, тот же дуб, про дуб поговорим отдельно, попробуйте сначала на маленьких партиях, потому что, вот, слышу такое возражение, ну, у меня не было времени, вот, чтобы там возиться с мелочью, я сразу сделаю на все. А если вы ошиблись, то потом времени на исправить все, у вас уйдет гораздо больше. Выдержка, выдержка, еще раз выдержка и терпение. Попробовали на маленькой партии, у вас получилось, вам понравилось, все, значит, на всю партию делали. Ну, не получилось, значит, не получилось. Как бы, то-то осталось, и с ним можно экспериментировать дальше. То есть, вот этот совет тоже обязательно учитывать. Ну, и, конечно, желаю, чтобы все у вас шло гладко, так, как вы хотите. Но если вдруг что-то пошло не так, то не расстраивайтесь, попробуйте побороться за свое вино. Я уверена, что в большинстве случаев у вас это получится. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов винограда, мои контакты и ссылка на другие полезные видео по темам, которые я сегодня озвучивала. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok